Масличный лен В прошлом году в России достигнут рекорд, абсолютный рекорд в истории. Посеяли льна более 1 миллиона гектаров. В Ростовской области посеяно было 59 тысяч. Последние лет 10 в Ростовской области наблюдается снижение посевных площадей. Причина здесь одна. А вот сейчас я про нее немножечко расскажу. Ну вот в среднем по России у нас урожайность масличного льна 8,1 центнера с гектара. В Ростовской области в прошлом году 10,9 центнера. Мало. Но вот такие моменты. Во-первых, лен очень застойчивая культура и он выращивается не там, где выращиваются основные культуры первой категории, а не нишевая культура лена. Хотя по площади миллион гектаров это уже не ниша, это уже такая из основных культур. И пониженная урожайность определяется в первую очередь тем, что лен выращивается в засушливых условиях, в остро засушливых условиях. И вторая довольно актуальная проблема для Ростовской области – короткие севообороты. Когда, ну скажем, среднестатистический фермер имеет 3-4 поля севообороты и выращивает там лен, а лен надо выращивать и возвращать не ранее, чем через 6 лет. И вот это укорочение севооборотов, накопление в почве льноутомительных токсинов приводит к тому, что урожайность льна падает. Поэтому проблемы с производством льна отчасти определяются именно короткими севооборотами. Мы специально сделали для Юга России сорт, который совершенно не реагирует ни на льноутомление, ни на короткие севообороты. Называется сорт И-117, коротационный, вплоть до монокультуры. Этот сорт включен в госреестр, и наш институт начинает уже размножение и реализацию. Этот сорт будет очень хорош для, ну скажем, северо-востока, востока области, где короткие севообороты. А в целом, ну вот если в стране на сегодняшний день зарегистрировано 48 сортов маслячного льна, из них 21 сорт селекции нашего института, и как минимум 15 сортов пригодны для возделания в Ростовской области. Причем то, что мы наблюдаем, периодически посещая область, на наш взгляд, несколько запаздываются сроки посева. Лен не любит поздние сроки посева. Это тоже влияет негативно на формирование продуктивности. Ну, во-первых, налив коробочек попадает на июльскую засуху, и можно наблюдать недоналив. Ну, и чем длиннейший день в летний период, тем ниже формируется стебель у льна. Поэтому самым оптимальным для Ростовской области будет лен использовать для посева в самые ранние сроки, как только можно выйти в поле. Сходы льна до фазы елочки выдерживают, заморозки на поле до минус 6, минус 8. А если снегом присыпят, то и до минус 10, минус 12. Льна останется под снегом. Потом можно не бояться. Норма высева для всех наших сортов, да и для других сортов, тоже не более 6-8 грн на гектар. Экономический льн очень выгоден, поскольку он не требует каких-то дорогостоящих операций. Сплошной посев. Ну, один гербицид контактный по вегетации. Если появилась бложка, можно побороться с инсектицидами и, собственно, и все затраты. Поэтому для того, чтобы увеличить объемы производства маслячного льна в Ростовской области, даже при сохранении тех площадей, которые в последние годы сформировались, надо сеять пораньше все сорта, которые есть в ассортименте. И у нас в центральной опытной базе, и в нашем Донском филиале. Для коротких севоборотов использовать сорт X117. Ну, пока семян маловато, но я думаю, что в следующие годы мы уже можем обеспечить всю область этими семенами. На подходе у нас сорт снегурок, который можно сеять будет под зиму, который будет очень эффективно использовать осенне-зимние осадки. Но семян мало, поэтому, я думаю, еще два года мы будем размножать. В следующем году мы испытаем на Донском филиале, все желающие могут посетить, посмотреть в следующем году. А так сорт будет наиболее адаптирован, в том числе для остро засушливых условий, для самого востока и юго-востока, скажем, на границе с Калмыкией. Вот вкратце все, что я хотел вам сказать по маслячному льну, в связи с тем, что уже время много прошло. Прошло. Если есть вопросы, пожалуйста. Есть вопросы, да? Тогда, пожалуйста, Людмила Анатольевна, мы слово вам передадим. Расскажите о могорчинце. Я рада. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Те масличные капустные культуры, селекции которых я занимаюсь, как раз и являются, входят в число альтернативных подсолнечнику именно для той зоны, то, о чем мы говорили, для зоны Ростовской области. Ну, во-первых, все они, это азим и рапс, горчица, рыжик, сурепица, также и яровые, те же самые перечень, и рапс, и горчица, рыжик, и сурепица, все они являются в первую очередь рентабельными культурами. Если взять азим и рапс, да, и все, ну, уже много об этом слышали, сегодня на конференции это звучало, это очень высокопродуктивная культура и высоковостребованная, с высокой ценой на семена, естественно, она будет рентабельная. А возьмем другую позицию, это рыжик. Культура имеет не очень высокий потенциал урожайности, но она настолько малозатратна, вот примерно так же, как и лен, что также является причиной ее высокой рентабельности. Для Ростовской области подходят все культуры и рапс, и горчица, и рыжик. Поскольку горчица, например, как вы попросили рассказать побольше о горчице, является засухоустойчивой культурой, мы ведем селекцию и горчицы сарепской, горчицы белой, горчицы черной. Все сорта широко адаптированы, засухоустойчивые. Первый, и еще, то есть не первый, это уже как бы второй идет плюс, к тому, что культуры оптимизируют все вооборот. Культуры, имея глубоко проникающую корневую систему, способствуют улучшению агрофизических свойств почвы. Их строение, биология этой культуры позволяет сформировать большую розетку листьев, которая позволяет активно сопротивляться сорнякам, бороться с ним. Покрывая почву своей листовой розетки, мы сохраняем влагу. То есть много позитивных моментов, которые позволяют возделывать все капустные культуры в Ростовской области, где наблюдается дефицит влаги, и все агротехнические мероприятия направлены на накопление, на сохранение влаги. Да, культуры, капустные культуры, про которые я сейчас говорю, в последнее время немножко сократились в пассивные площади из-за того, что наблюдается такой вредитель, и мы уже слышали, как капустная моль и тля. Но сейчас мы активно работаем с предприятием Биотехагра. Вот выступал докладчик, и нашли биопрепараты, которые активно позволяют бороться с этими вредителями, которые наносят меньше ущерб. И не только культуре, но и вообще, в принципе, природе. То есть мы же сейчас за экологизацию производства. Но очень хочется еще остановиться на такой культуре, как рыжик. Пассивные площади его немножко сейчас сократились, находятся они не на таком большом уровне, в районе 70-80 тысяч гектар, но для Ростовской области это, в принципе, находка, потому что эта культура, она перезимовывает в любом состоянии. То есть демостойкость у нее очень высокая. По природе он как сорняк и прошел большую адаптацию и к засухе. То есть культура еще засухоустойчивая, может переносить засоление почвы. И даже при 10-15 центнеразгектара является очень рентабельной для Ростовской области. Наш институт занимается семеноводством всех перечисленных мной культур. По азимому рапсу это сорта Лорис Элвис, достаточно известные сорта, и сорта Сармат Селегорс Современный. Сорта недавно зарегистрированы с высокой потенциалом урожайности. 4-5 тонн с гектар ничуть не уступают гибридам. С такой же высокой зимостойкостью, разведленностью, технологичным. Есть сорта горчицы Азима Джуна, также с высоким потенциалом урожайности. Для Ростовской области это также актуально в последнее время очень востребованный сорт. Сорт Азимова Рыжика Карат. И также есть Сурепица Азима Гордея и Любава. Очень зимостойкая культура Сурепицы, также для зоны Ростовской области подходит. И если брать яровые культуры, то горчица Сарепская представлена сортами Ника, Юнона и Горлинга. Все они характеризуются по-своему, свои есть у них нюансы, но все они подходят для зоны Ростовской области. Есть рыжик яровой сорт Кристалл, также очень высухоустойчивый сорт, который позволяет получить урожайность в районе двух тонн всего лишь за 55-60 дней. То есть очень скороспелая культура, по которой позволяют еще... Все масличные и капустные позволяют очень быстро убрать в июне месяце, в июле и подготовить почву для осева азимых зерновых культур. То есть очень много положительных моментов, сорта у нас имеются. Так что как альтернатива, как расширение спектровозделывания культур для эффективного производства и масличных культур, и масличного сырья в целом, наш институт имеет все ресурсы. В общем, так вот, вкратце, про свои культуры. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Вопросы? Людмила Анатольевна, Сергей Викторович, спасибо вам большое за доклад. Я призываю всех наших слушателей присмотреться к этим культурам. И мало того, что их возделывать все проще и выгоднее, они еще имеют очень хороший звук. Передаю слово начальнику производства компании «Ангра Виктория» Бабу Николаевичу Оголенову. Эта компания экспортирует.